Добрый-добрый-добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Друг, это студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire. И мы начинаем трансляцию последнего решающего матча в данном противостоянии Best of Five. Это гранд-финал. Других вариантов выигрывать этот турнир уже не будет. Empire выигрывали 2-0. Следующие две игры отдали команде Virtus.pro. И ВП благодаря своему Phantom Lancer опять наказали команду Empire в четвертой игре. Немножко странно, почему не улетает в баню. Phantom Lancer, с ним надо явно разбираться. Сейчас просто квапай и вторым пиком PL залетит и думай потом, как против него играть. PL Иллидану дается очень хорошо. Не дается Иллидану Draw Ranger. Во втором матче было все прекрасно понятно. Не дается Нага у нас Иллидану. И PL отправляют в баню ВП сами. Вот так вот. Не отдают его Сайвенту. Ну, есть гирокоптер для Сайвента. Есть. И гирокоптер почему-то не пикнут был против PL. Хотя, кстати, там, да. Гирокоптер был в баню отправлен. Ну, кстати, гляньте вкратце, что происходит у нас со ставками. Теперь на Empire у нас. Показатель 2.1.50. А на Virtus.pro на сайте Pinnacle Sports 1.7. Ну, для всех, кто азартные игры любит, тут, конечно, есть над чем задуматься. Потому что есть, точнее, что поанализировать. Тут каждый матч изменений. Ну и понятно. То одна команда сильнее, то вторая команда сильнее. Постоянные изменения игровые, естественно, толкают всех на пластичность. Надо адаптироваться по ситуации. Команда Empire не заберет уже гирокоптера. Все, Сайвент будет без гирокоптера. Без одного из своих любимых героев. В принципе, Сайвента может у нас играть не только гирокоптером. Это понятно. Но гирокоптер дается очень хорошо Сайвенту. Здесь его уже не будет. И ты в турнире с портал гирокоптером мы тоже с вами уже не увидим. Четвертый бан от команды Empire. Шейкера забанили. Шейкер, кстати, слишком круто влетал у нас от ФНГ. ФНГ всегда был вовремя и всегда был там, где должен быть. Лина опять у нас для команды Empire. Кстати, по Лине ситуация какая. Лина от Йоку была в прошлой игре. И до этого, до матча прошлого, Йоку на Лине ни разу не проигрывал. Он четыре раза забирал себе Лину. И все четыре раза Йоку одерживал победу. Но стата может портиться. И теперь у Йоку процент побед на Лине 80. А до этого была соточка. Лина... Если это опять же Лина не для резолюшена в мидлейна. А если это Лина для Йоку в сложную. Опять взяли Алоха Дэнсу, Нагу Сайрен. Как я понимаю, вряд ли Нага будет у нас для Сайлента. Может, Нага будет для резолюшена в мидлейн. По олдскульной страте просто пойти. Страте четвертого Интернешнл. Баунти Хантер, скорее всего, для Фобоса опять в сложную линию. Квин оф Пейн для Года. Ну и надо кто-то, кто мог бы стоять против Квапы. Не знаю, будет ли это Лина для Йоку или Лина для резолюшена. Сейчас узнаем. Вообще, может, это Лина для Сайлента. И такое тоже бывает. Как-то я смотрю, команды банят своих героев. Которыми они играли. Резолюшен забанил у нас Лишрака, чтобы не отдавать его команде Virtus.pro. А ВП забанили Фантом Лансера, чтобы не отдавать его Empire. То есть банят тех, кем играли в прошлой катке. Рубик для команды Empire. Что забирать, непонятно. Возможно, Сон от Наги. В принципе, всего тут предостаточно. У Лины, например, Лагуна Блэйд дернуть. Самое оно. Оффлейнер, команда Empire меня интересует. Будет ли или не будет. В зависимости от керри или в зависимости от мидера, поймем. В какой... В каком амплуа у нас будет Лина. Резерв тайм. Полторы минуты остается у команды Empire. Надо кого-то, кто будет затыкать квапук. Вопа очень неприятно было в прошлой игре. Вот прям совсем неприятный год. Отыгрывает все матчи невероятно хорошо. У Иллиданов двух из четырех не поперло. Причем так не поперло, что страшно было смотреть. А вот год каждый матч по максимуму отыгрывал. Даже там, где Virtus.pro терпели плотнейшим образом во второй катке. Год у нас выглядел на паке прям на загляденье. 6.05 шел год. Показатели чудовищные. Год и здесь. В четвертой, в третьей игре за собой вел всех. И получалось у него хорошо. Вообще надо с Годом что-то выдумывать. Если Resolution соло не справлялся на Легионке, то в принципе команда Empire, я думаю, стоило кого-то переместить на мидлейн. С квапой надо было разговаривать. Там был Алоха Дэнс на Баунти Хантере рядом, но сильно он не выручал. Пак! Пак от команды Empire. Нашли управу на Queen of Pain. Пак против квапы стоит хорошо. Через Shadow Strike уже квапа не пойдет. Уже придется куда-то в Scream of Pain идти. А там, гляди, Харас на пака проходить будет не всегда. Пак, Лина, Даззл, Нага, Сайрон. Ну, последний пик все расставит на свои места. Может ведь и такое быть, что Нага у нас в роли керри будет. Может быть и такое. Ну и у команды Virtus.pro флейнер, по-моему, есть. Скорее всего, все-таки Баунти Хантер будет на сложное стоять. Вот Фобоса. Рубик как саппорт. Ну, в таком случае не хватает еще мейнкерри. Мейнкерри в любом случае не хватает. И не хватает одного саппорта еще Virtus. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, обычно мейнкерри остается у нас напоследок, пятым пиком. Заберут ли какого-то вообще жесточайшего керри Super Late? Заберет ли команда Empire или команда Virtus.pro? Пэлла забанили. Гирокоптера забанили. Всегда есть антимагии Вайды. Всегда есть Спектра. Она практически не попадает у нас в мету. Ее не пикают, ее не банят. Но она долбит, как бы. Она по-прежнему очень жесткая. Ancient Operation у команды Virtus.pro. И вот, мне кажется, кто на Спектру замахнулся уже. Там или Спектра, или Зевс, например, мог бы появиться в пике команды VP. Нет, не мог бы. Конечно, не мог бы. Нет, керри нужен другого плана. Но Спектра могла бы попасть здесь под Ancient Operation, под Queen of Pain, под Рубика. Под всех. Как могла бы Empire, надо подумать, кто же все-таки здесь будет последним пиком забран. Кто будет у нас дамажить в лейте. А игра, я думаю, что к лейту будет двигаться. Сейчас команды будут осторожничать, будут фармить, будут избегать встреч. Это один из вариантов развития событий. Или все-таки, как сумасшедшие, будут рубиться на ранних левелах. И так всю игру, вплоть до того момента, пока не упадет первая сторона. 12 секунд у Empire. Баньте Спектру, нечего думать вообще. Сларка забанила команда Empire, и Джаггернаута банит команда Virtus.pro. Все, 40 секунд у Empire на то, чтобы сделать последний пик. Это должен быть жесткий керри, который... Или опять же Нага есть керри. Ну, сейчас глянем, мне почему-то кажется, что Empire может просто перевернуть с ног на голову этот пик, забрав еще одного саппорта, например. Мы поймем, что Нага у нас для Сайлента, или Нага у нас для Резолюшина вообще. А Сайлент будет на линии отыгрывать. А пак у нас вообще в сложную пойдет. Но тут варианты есть. Варианты есть, и игра с самого начала была... Игра с самого начала была сумасбродной, и все можно ожидать. 5 секунд. Спектра. Race King. Race King для Сайлента. Все. Мордиган, Блэйдмейл. Будем биться просто на кулаках. И ПЛа здесь нет. Race King'у мало что угрожает. Надо какого-то героя, который без маны оставлял бы Race King'а. Неужели антимаг будет от команды Virtus.pro? Ну, антимаг по данному пику, ну, просто корм для Лины, для... Для Пака, для кого угодно. Ну, может же и быть. Race King'а, если оставить без маны, то, в принципе, он не боец. Можно с ним будет справиться. Сайленсер как керри может зайти для команды Virtus.pro? Тоже, в принципе, может. И ВПМ показывали, как они играют на Сайленсере. Против Веги, в частности. Спектра. Все-таки Спектра. Под Ancient Operation от Спектра, ну, нифига себе я читаю, да? Спектра залетает у нас для Элидана. Ancient Operation от FNG. Рубик, Лил, Баунти Хантер, ДК Фобос и Квапу забирает себе год. От команды Empire. Resolution будет отыгрывать на паке в мидлейне. Лина будет от Йоку в сложной линии. Помогать, скорее всего, будет Алоха Дэнс на нога. Сайрен ей. Дазл будет пастись рядом с Рейскингом. Ух, будет Рубилова. Вот это жесть начнется у нас в пятом матче. Я думаю, что еще до старта, до выхода крипов уже будет какая-то встреча. Ну, тут, конечно, бой не на жизнь, а на смерть будет. Оно и понятно. Оно и понятно. У нас Best of One, по сути, из Best of Five сделали российские команды. Российское дерби в гранд-финале ЕС-Портала. Пожелаем удачи всем командам. Обеим. И перейдем непосредственно к трансляции. У нас сразу же со старта пауза. Это нам в плюсик. Сейчас все настроим. Продолжение следует... Что, пауза стоит у нас, но никто не озвучил, в чем дело. Все. Даже как-то без слов команды друг друга понимают. Просто на паузу вопросов не задают. Если стоит на паузе, значит, надо на паузе. Или позвонил кто-то, или дверь открыть надо. Фобос отправляется вниз. Или дан на спектре. В каком-то симпатичном сете. Спектра с косичками. Ничего себе. Спектра прям тетя здесь. ФНГ будет играть на Ancient Operation. Мидлейн у нас год на квапе. Фобос на Баунти Хантере. Уже отправился вниз. Лил на Рубики. И... В принципе, все. Давайте перейдем к команде Empire. Йоку. Будет играть на паке. Резолюшн. И Йоку свапнулись, как я понимаю. Да? Да. Йоку забирает себе пака. Резолюшн будет на линии на мидлейне. Хотя до этого была немножко другая ситуация. Ну, как немножко. Вообще другая ситуация. Все. Резолюшн будет на мидлейне на линии. Always Wanna Fly. На... ... ... ... ... ... ... ... Наги и Сайлент будет играть на Рейс Кинге. Каждый выбрал себе по дереву. И каждый за это дерево стал. Года ничего еще не прокачано. Сайлент ждет года. Фобос в инвизи. Лил здесь. Ancient Operation здесь. Сайленту не надо заходить и драться. Тут против четверых он не вывезет никак. Даже вместе с Always Wanna Fly. Здесь Баунти Руна до сих пор находится на топ-линии. Резолюшн забирает Баунти Руну. Здесь Год забрал Баунти Руну. Ну и все. Мидеры уже у нас начинают файтиться. Йоку на паке будет стоять в сложной линии. Алоха Дэнс отсюда смещается. Алоха Дэнс переходит, как я понимаю, вниз. Йоку будет стоять против Элидана на спектре. Помогать Элидану будет Лил на Рубике. И рядом здесь должен находиться ФНГ. Отводы, не отводы. В любом случае, где-то рядом должен быть Ancient Operation. Паку стоять в сложную линию не так уж и сложно. Есть Escape. Через Эльзори Уорб, через Face Shift. Можно и выйдет дэмэдж, который в тебя вливается. Можно и выйдет скиллы, которые в тебя пытаются провязать. Тот же Даггер, например, от спектры. Можно и выйдет. Даггер уже полетел в Йоку. Йоку возвращает назад. Элидан настреливает Йоку по спине. Йоку отплевываются. Понимают, что дальше Элидан не пойдет. И правильно понимают. Потому что Элидан и правда дальше не пойдет. Здесь Фобос на сложной линии. Завардили игроки команды Empire. Silent Farmit. У него 4 на 1 будет сейчас. Cryptstat. 4 на 1 у него. 6 с 0 у года. 5-1 у Resolution. Лина, в принципе, здесь года поначалу напрягает. У года не скоро появится... У года не скоро появится Bottle. У года сейчас, по идее, должна появиться... Должен появиться Magic Wand. Потому что Лина будет плевать, плевать и плевать. Aloha Dance перемещается на сложную. Рядом с паком. Лил или Дан. Здесь же у нас FNG. Кстати, FNG в спину заходят Йоку и Aloha Dance. Йоку поймать, наверное, не получится. А вот Aloha Dance напрячь можно. Ну и Год вынужден у нас Healing Self юзать. Resolution пока что в шоколаде. 8 на 1 у него. Против 8 на 3 от Года. Но по ХП Resolution не проседает. Ну и подфармливает еще своими скиллами. Году для того, чтобы скиллы проюзывать крипов, он как бы не цепляет скиллами своими. Ну и Йоку фармить 3 на 2. Но Йоку не очень получается фармить. У Лидана 9 на 3 стата. У Сайлента в это время 13 на 3. Сайлент здесь поинтереснее смотрится, чем Спектра. Но в лейте я думаю, что Спектра при одинаковом количестве фарма, конечно, наказывает. Рейс Кинга, да и дэмэджа больше наносит, чем может нанести в Рейс Кинг. Ну и Фобос переживает. Он уже не может появиться на линии. Его видят он, об этом прекрасно знает. Вот и стан получить от Сайлента, да и от Даззла всякой ерунды наполучать тоже ни к чему. Ну и Фобос вынужден по кустам бомжевать, стараться где-то хотя бы какую-то экспириенс наполучать. Третьего левела, кстати, он. Третий с половиной, даже почти четвертый у Сайлента и у Always on a Fly только-только третий левел есть. Фобос еще и крипов позволяет себе поесть. Йоку 8 на 2. Неплохо, в принципе, по фарму. 15 на 3 там у Сайлента, Сайленту... Ой, и у Иллидана. Иллидану кормят все абсолютно. Начиная лесными крипами и заканчивая крипами лайновыми. И тут из своих и чужих всех бьет Иллидан. Иллиданов должен ловить Алоха Дэнс. У него есть рептайт, у него есть сетка. Поднимают Алоха Дэнс и это ФБ для команды ВП. Просто элементарно как-то поступила команда ВП. Ну, оно и понятно. Колд фит от Ancient Operation, а в телекинез поднимает Рубик. И ты приземляешься уже при Мёршем. С Нагой это делать очень просто. Ну и ФБ забирает команда Virtus.pro и ФБ достается ФНГ. Ну, хоть не Иллидану, и то радует команду Эмпайр. Сайлент в это время фармит. 26 на 7 у него. Резолюшина 23 на 4 на мидлейне. Дальше 19 на 3 Иллидан и 18 на 6 Квапа. Так, у нас за Иллиданом пошла погоня. В это время Баунти Хантера развалила команда Эмпайр. За Иллиданом погоня от Алоха Дэнса. Ну, Йоку не было. Или Зорью Арбат только-только появился. 1-1 становится счет. Фобоса развалили. 400 голды поднимает команда Эмпайр. Если бы еще и Иллидана отправили в таверну, то дела были бы великолепны. Но Эмпайр в любом случае ведет по голде. 1000 по экспириенсу 300. Резолюшина на мидлейне цепляют. Отлил тут просто неприятность ходячая для команды Империи. Это значит, что здесь нет... Это значит, что здесь нет Рубика. Что это может означать для команды Эмпайр? Что можно идти и ФНГ ковырять. А куда делся Спектра? Спектра у нас на базе. Ну, можно было бы обойти и попробовать ФНГ развалить. Но слишком мало ХП, в частности, у Пака, чтобы нормально ворваться и попытаться ФНГ развалить. Йоку прячется в фейсшифт, уходит через Иллюзорию Орб и пошел за собой полоски рисовать Йоку. В принципе, нифига не заивейдил. Сделал только вид. Ну, Йоку проседает здесь по ХП. Йоку, в принципе, и по фарму не очень хорошо выглядит. 14 на 5. Хотя и Иллидан фармит не так классно, как это делает Сайлент. Сайлент еще и фраг забрал. Для Сайлента тут все плюсы налицо. Ох, как же утомительно месяца команды. 500 по голде Эмпайр. Так, Рейс Кинга у нас распиливают. И опять здесь Лил. Лил всегда в центре событий. Лил забирает этот фраг. Лил... Где Лил, там смерть игроков команды Эмпайр. Лил вообще... Лил начало игры, безусловно, MVP является. Начало этого матча. Везде, где он появляется, обязательно команда ВП делает фраг. Баунти Руну забирает Рубик. Может себе позволить. И вардит, и гангает, и все хорошо. Так Алоха Дэнс у нас сейчас примерзнет. Йоку никак помочь не может своему тиммейту. 4-1 ВП тащит Эмпайр. ФНГ лоу-ХПшный. Ушел отсюда. Нагу игроки команды Эмпайр потеряли. Надо ждать артефактов у Сайлента. Пока у Сайлента нет артов, Сайлент не боец. Пока у него нет Реинкарнэйшн. Та же история. Фобос уже 6-го левела. Уже подсветил резолюшны. Лина 7-го левела. У нее есть Бутсовспид, есть Боттл, есть Нолталисман для резолюшна. У фарма ВП уже впереди 750. По экспиренсу 1500 тоже для команды Virtus.pro. ФНГ лоу-ХПшный отсюда уходит. У ФНГ еще Айсбласта нет. Будет Айсбласт вообще печально будет. Файты для Эмпайр. И Фобос впритык к Алоха Дэнсу. На мид выходит. Не подсвечивает, точнее подсвечивает треком резолюшна. Близко к нему не подходит. У Фобоса в принципе и маны нет. Ни на Сюрикен, ни на Шадоу Волк. Поэтому лучше отсюда уйти. У Сайлента в это время уже появляется Чейнмейл. По классике пойдет Сайлент. У него будет Блэйдмейл. Потом будет Мордиган. Потом после Мордигана будет Даггер. Других вариантов у Сайлента я ни разу не видел. Да они в принципе не нужны. У Сайлента винрейт хороший. 63% на Рейскинге. Играл тоже неоднократно этим героям. И выигрывал чаще, чем проигрывал. Пойдет, не пойдет. Узнаем. Эмпайр в любом случае лучше фармят. Посмотрите, они проигрывают благодаря потерянным фрагам. Но при этом за счет фарма все это постоянно наверстывают. И выходят вперед даже по фармам. Эмпайр фармят лучше. Но здесь фармит Элит Дан. Что неприятно, здесь фармит Гот. Хотя здесь фармит Сайлент. Ну, ровные тут команды. Так и должно быть. Так и должно быть. У нас российское дерби в финале ЕС Портала. Команды встречаются друг с другом уже 150 тысячный раз. Йоку или Зори Орб. ТП Аут. И Лидан подзастрял. Что с лицом, Лидан? Что случилось? ФНГ все вообще потратил. Просто, чтобы спасти у нас своего тиммейта. Ну и бедняжка Спектра. Ни Квилинг Лейтонью. Ни своих танго. Естественно, выбраться оттуда вариантов не было. Да и маны не было. Сайлент вытворимый фармит. У него 54 на 15. 49 у Резолюшена. Резолюшен здесь, кстати, в классной позиции. Лину забрали на мидлейн. И Лина играет у нас за Редиан. Поэтому данные споты очень удобны для фарма. Лине, СФу, да кому угодно. С нормальным нюковым раскастом. Ну и Лила, я думаю, вы в чате видите. Статистика 53%. 53% побед у Лила на Рубике. Играет классно. Понятное дело, что одним Рубиком здесь не вывести. Но играет в любом случае классно. Фобоса не видят. Тут пораньше бы гем появился у команды Эмпайр. С Фобосом надо будет разбираться. Это неприятности. И Баунти Хантер не зря у нас. Жизнь портит всем постоянно. Овлезу на Флайо. Даже не дали возможность провязать на себя Шалу Грейв. У Сайлента как далеко Блэйд Мейл. Осталось немножко голды. Всего лишь 500 голды в добру от Сворда. И Сайлент будет уже с Блэйд Мейлом. Уже под рассказ, например, той же Квапы попадать не очень интересно. Для самой Квапы, конечно же. У Резолюшена уже есть Таффа в Визардре. Почти насобирались деньги на Войт Стоун. И осталось порядка 800-900 до появления Юла. По линиям не стоят. Что примечательно. Игроки что Империи, что Виртус Про постоянно двигаются. Либо это Лил. Хотя, кстати, тут больше бегают игроки команды ВП. Лил у нас непрекаянная душа постоянно везде. Носит его по всей карте. И Фобос, конечно же. Конечно же. Фобос сейчас ждет Курьера. Думает, что перепадет. Нет, не перепадет. Курьер отправляется на сложную линию. И Йоку приносит себе ПТ-шку. Далековато до Даггера еще Паку. Но тут по фарму 35 на 8. Это нехорошо. Плюс Паку у нас ни одного кила не делал. Ни одного асиста. Деньги брать неоткуда. Зато в Рейс Кинг у нас уже с Блэйдмейлом. Только-только Сайон принес себе данный артефакт. У него также есть ПТ-шка. Есть восьмой левел. Квиты по 287 уже залетают у нас от Рейс Кинга. Фобос в инвизи. Алоха Дэнс рядом. Будут резать или Алоха Дэнса, или Йоку. Дрим Койл есть у Йоку. Йоку у нас уходит из холдфит. Ой, просто ультой разорвало. Тут ФНГ на короткую дистанцию отправляет ульту. Но промазать здесь было практически невозможно. Резолюшн уже здесь. Сайлент уже здесь. Фобоса ловят. Сетка пошла Фобоса. Сайлент дает стан Фобоса. И просто выпилили его. Благодаря лагуноблейду Лины. Один в один размен. Размен в пользу команды Эмпайра. 273 на 188. Ну и 666 экспириенсов. Какие опытные, а? Еще и Тавр должны забрать игроки команды Эмпайра. Алоха Дэнс тут провел ВП. Поближе к собственной базе. И Тавр, по идее, должен достаться Сайленту. Так и есть. Сайлент забирает Тавр. У него по Нетворцу первое место. 5300 с копейками. Год. На Квапе второе место. 5100 у него. Уже есть один Облевиан Став. И все. И все. В принципе. ПТ-шка. Ну, талисман. Боттл. У Квапы. Но это не очень важно. Важно получить орки. Достаточно ранний. Ульта аппарата. Просто проверить. Айс Бласт в никуда. От ФНГ. Ну, в принципе, чего ждать. Маны требует немного. С базы по КД раздавай, куда хочешь. Сайлент видит Элидана. Полетел Стан Элидана. Неужели пойдет Соло пилить Сайлент? Ой, ты лишнее себе позволяешь. Сайлент, развернись. Иди отсюда. Кто же просто так тебя не выпустит? Отсюда приморозили. Здесь Сайлент. Он, правда, с Блейдмейлом. Маны, если что, хватает на Ринкарнэйшн. Но здесь уже у нас Йоку, Йоку, Дримкоил. По двоим. Поднимается Сайлент. Фобоса должны забирать. Просветка от Уолсуна Флая. Фобос лоу-хэпэшный Сайлент под Блейдмейлом. Ну и разоралась Квапа. Распилили здесь Йоку пополам. Алоха Дэнс лоу-хэпэшный Сайлент. Лоу-хэпэшный Сайлент. Вылидана дает Стан. Минус 3 делает команда ВП. Минус 4. Год делает триплкилл в этом файте. Приобретает себе второй облимент. Став. И немножко остается до Орки. До Орки появится через совсем чуть-чуть. 2-10. 2-800 зарабатывает ВП в этом файте. Далековато скакнуть. Сайлент подумал, что достаточно легким фрагом окажется Спектра. Так могло быть. У Спектры немного ХП. У Спектры немного, в принципе, вариантов для эскейпа, если Стан поймать. Но Спектры по дефу, например, десятка здесь. Не так-то просто ее будет развалить. У Спектры 1000 ХП, если переключиться на ПТ. И Спектра находилась вот здесь вот. Вот здесь практически под хайграундом. Да любой бомж просто два шага мог бы сделать через забор. И оказаться здесь в файте. Поэтому Сайлент... Возможно, Сайлент думал, что вот Йоку поудачнее будет в рейв. Но Йоку тоже у нас на фулл рейндж давал или Зори Орп. И еле-еле допрыгнул, чтобы дать Дрим Койл хотя бы по двоим. ВП выигрывает 3000 по голде и 4000 по экспириенсу. Фобос очень неприятен. Очень. Сайлента видят. Сайлент почему-то здесь в соло. Здесь вся команда Эмпайр на мид лейне. Сайлент в соло. Сайлент АТП будет через 24 секунды. Сюда уже смещается год. Пошла ульта у нас от Спектры. И Сайлент без Реинкарнейшена. Сайлент просто отдается. Ну... Ну, я не знаю, как это вообще назвать и что происходит. Ну... Сайлент просто загулял у нас в лес. Есть же Таура. Можно под ними стоять. Пока нет Реинкарнейшен. Ну, подумал, видимо, что агрессии от команды ВП не будет. Хотя, почему бы и нет. ВП опытная команда. Она понимает, что если она тащит на старте, то надо преимущество это умножать. Потому что иначе... Иначе толку от этого преимущества никакого. Комбетчить эту игру уже команде Empire приходится. Придется, по крайней мере, если они выигрывать собираются. Я думаю, они собираются выигрывать. И первыми двумя матчами это прекрасно всем показали. Год идет со счетом 5-0. Queen of Pain в очередной раз просто великолепный. От него Лил забирает у нас Dragon Slave. Поднимают ветра. Лила. Лила должны разбивать. Все. Рассказ пошел от Resolution. Алина имбовая на этой стадии игры. Сайлент. Ульту аппарата. Еле-еле заивейдил. У Сайлента лоу хп и Сайлент после Reincarnation. У Сайлента нет реинкарнации. Что не дает возможность в полной мере идти и драться с Сайлентом. У него и в Ампире Каура первого левела. Тут 15% всего. Сильно и не подерешься. Фобос в Инвизе. Год уже близко. У Года нет Суник Вейва, но у Года есть Орки. Так, Спектраун. Запустила Даггер через всю карту. И Лидан файт не ныряет. 3-11 становится счет. У Йоку Даггера нет. И до Даггера еще 1400 практически паку. Фобос, ну, постоянно рядом. Секунда всего какая-то проходит. Фобос перестраивается. И постоянно рядом. И постоянно команда Эмпайр под треками. Ну и вардить не получается. И де вардить. Гем вообще есть ли у кого-то? И намек на гем есть ли? Нет, здесь нет. Здесь просветка от Наги. Здесь от Бака. Тоже ничего полезного. Синие варды от Дазла. Сын Трики. И все. В принципе. Пока обезопасить себя от Фобоса никоим образом нельзя. Просветка разве что, если Фобос близко подойдет. Ну и опять же, Фобосу надо показаться, чтобы додумался саппорт, что надо просветку провязать. Гот уже чекает вражеские лица. Ищет фраги Гот. И он их рано или поздно найдет. Вопрос, чьи это будут фраги Эмпайр или Виртус Про. Фобоса увидели. Фобоса просветили. Алоха Дэнс не успевает дать сетку Фобоса. Фобоса сейчас, в принципе, должны разобрать за всю боль, которую он причинил команде Эмпайр. Фобоса развалили. Дальше за ФНГ. Им можно гнаться. ФНГ, алоха Пэшный. Колдфит есть у ФНГ. ФНГ ловит Стан. И Сайлент забирает Киллингс при Стрик у аппарата. Ну вот это да. Давили ФНГ. ФНГ у нас с Киллингс прибыл. 3-1. Черт у Эншент Апорейшн. Удивительное рядом. Здесь ПАК идет со счетом 0-2. Здесь Резолюшн 2-1. Ладно, еще нормально. Нага 0-3. Рейс Кинг 3-3. И 3-1 идет Эншент Апорейшн. Ну что, ПАКа разнесло тут от криков Квапы. Гот еще один килл. И уже Unstoppable Стрик для Квинов Пэйн. 6-0. Гот просто МВП в своей команде. В каждом случае Гот все мощнее и мощнее выглядит. Резолюшн старается найти здесь Иллидана. Ульта аппарата пошла по Резолюшну. Зацепит или нет? Нет, не должна. Резолюшн отсюда уходит. И Иллидан тоже у нас делает ТП-аут. У Сайлента уже есть армлет. Все по классике. Теперь Сайленту очень важно приобрести даггер как можно быстрее. Но для этого хотя бы какой-то удачный файт провести. Дабл килл или просто хоть один килл и один ассист. Команда Эмпайр способна ли драться сейчас? Они проигрывают всего ничего. Тут 1700 по голде. И про Эксперенцию 4. Это тоже вполне отыгрываемо. На 20-й минуте не такое уж и большое отставание. Есть с кем бороться. И Лейта хорошая. Рейс Кинг. А здесь... А здесь еще лучше Лейта, но... Тут уже от реализации будет очень много чего зависеть. Нага от Алохи у нас. Три раза умирала. Неприятно. Сайлент получил айс бласт. Ворваться некому. Разве что Хаунд провязать у нас... Хаунд провязать спектрия. Сайлента выхиливают. Сайлент пошел дальше. На мидлейне резолюшн. Если кого-то одного увидел, то распилят. У него есть Лагуна Блейд. Просто надо одного кого-то поймать. Ну, наверное, Фобоса ловить нет смысла. Хотя, почему? Но если по таймингу все сделать, то можно и Фобоса приговорить. Да, Лагуна Блейд Фобоса. Фобоса развалили. Киллинг спри от резолюшна. Год прыгает на резолюшна. Есть уже уоркит. Резолюшн будет делать ТП-аут. Успеет ли? Да, успевает. Но ничем это ему помочь не может. ФНГ забирает у нас вместе с Квопой в итоге резолюшна. Один в один разменялись. Фобоса разменять на... Мидлейнера. Ай. Причем на топный творст на карте. Ой, жесткач, конечно. Команда ВП тут... Такой делает классный отрыв после двух поражений. Закамбечили, так закамбечили. Тысячу голды они сейчас выигрывают у команды Империи. И четыре тысячи по экспириенсу. Тоже впереди ВП. Сайленту просто надо стоять и фармить. Ему нельзя врываться в файт. Но с другой стороны, пока фармит Сайлент, фармит Иллидан. У Иллидана, когда будет... Когда у Иллидана будет радианс, к тому моменту Флай, например, просто станет ходячим фрагом. Даже не придется переключаться. Особенно в спектре Флай будет разносить просто от Радика. Но у Флай сейчас 700 хп. Через 5-6 минут, когда появится радианс, у Флай будет не 739, а 812 хп. Прирост там просто ничтожный. И дазл левел почти не получает. Года видят. Года не получится. Наверное, забрать. Поднимает Юл его резолюшн. Лил поднимает у нас резолюшн, а Сайлент пошел по Риза. Ну и все, Лил тэп аут. Год тэп аут. Мало ли кто здесь еще. Сайлент во вражеские леса отправился. Уже один раз здесь Сайлент слился. Наверное, не на этот раз. Сайлент выфармливает леса, смотрит, нет крипов. Типа, ой, а кто это забрал моих крипов? Не твоих, Сайлент, ты во вражеском лесу. Аккуратней. Be careful. Так, ульта пошла у нас от Спектры. Аббарат тоже всадил ульту у нас в пак. Айоку отправился в таверну. Лоу-хпшный Фобос поднимают Сайлента. У Сайлента есть Reincarnation. Сайлент через Мордиган. Начинает свои чудеса просто творить на Элидана. Сейчас Сайлент должен забирать Элидана. Здесь есть Год, здесь есть Лил. Резолюшн разорвало Сайлент. Стан пошел в Элидана. Крит пройдет или не пройдет. Элидан у нас просто уходит на хайграунд. Это Тим Вайп от команды ВП. Трипл килл от Года. Год просто божит в этой игре. Он позапрошлую катку вытащил. Он прошлую катку вытащил. Он в этой катке наказывает команду Эмпайр. Опытный игрок. И дали ему возможность раскрыться. И он раскрывается. 7.18. 22 минуты. Тим Вайп от команды ВП. Жесть. Просто жесть. Эмпайр такой камбэк подарили команде ВП. Выигрывали 2-0. И могли выиграть третью игру. Ну, легко, по идее, непринужденно. Ну и так играючи все это было. А не тут-то было. ВП тоже. Не вчера в Доту установили. И даже не позавчера, судя по игре. 4 тысячи по голде ВП. По экспириенции 750 тоже в пользу команды Виртус Про. Команды Эмпайр вместе держатся. Наконец-то. Лишь бы под ульту ФНГ не подставиться. Атаку, в общем-то, почему бы и нет. Достаточно полезная тактика. У Йоку есть Даггер. У Йоку пока что первого левела Дрим Койл. Десятый с половиной левел. Фобос дает трек на Сайлент. А Сайлент понимает, что здесь его ничего хорошего ждать не может. Если есть Фобос, то и остальные будут. Сайленту пофиг он фармит. У него есть Блэйд Мейл. У него есть Армлет. У него есть Даггер. Настало время, как я понимаю, для Керасы, скорее всего. В это время у нас летает в ветрах Резолюшн. Резолюшн уходит из файта. Год дальше за Резолюшном. Никуда он его не отпустит. Это Бион Годлайк от Года. 11-0 уже у Кваппы. Ну, делать что-то с ней надо. Олэсу на Флай на Года. Так куда тут вообще не по шансам? Просто бросает у нас Шадоу Страйк. Олэсу на Флай. И Флай, скорее всего, догорит. Год дальше прыгает за Флайом. Трипл килл опять от Года. Йоку сюда не врывается. Сайлент здесь и остался. И команда Эмпайр. 7-22. У Года такой дичайший стрик. 13-02 идет Год. Жестко, конечно, Год выпиливает. Очень жестко. У Кваппы уже на подходе Кераса, как я понимаю. Рецепты есть. Чинмейл есть. Плейтмейл есть. Осталось 1300. И у Кваппы будет Кераса. У Кваппы есть Орки. Там потом и МКБ, вам говорю, точно увидим. Ancient Operation забирает Пака. Последний килл. Команда ВП фактически делает Тим Вайп. Растянутый по времени, но Тим Вайп. 25 минут. И сейчас по голде ВП уже выигрывает. Десятку по экспириенсу 13 тысяч. 13. И такие камбэковые герои, как, например, Спектра у команды Эмпайр отсутствует. Это ВП могли бы проигрывать по золоту, чтобы потом Спектрой за камбэч. Спектрой уже готов Радик. И до этого Эмпайр дралась, ну, с минусом для себя. Что теперь делать, вообще непонятно. Ну, Рейс Кинг жесткий, конечно, герой, но... По фарму вся команда Эмпайра уже проседает. Хотя, кстати, Квапа у нас сильно вырывается. И Лидана обгоняет и Сайлент, и Резолюш. У Лины уже есть Агоним. Ну, можно. Но для этого надо Сайлент хотя бы дать у нас в Квин оф Пейн. Квапа без БКБ. А, Квапа с БКБ. Гот у нас с БКБ. Если даже поймает его, например, Пак какой-нибудь в Дрим Койл или в Сон, то Квапе абсолютно классно всё это. Под Смаком команда Эмпайра. У Сайлента есть Даггер. На Квапу прыгать смысла нет. Лила можно зацепить. У Лила тоже есть Даггер. Даггер в КД. Эмпайр поворачивают вниз. Лила не увидели. У вульта пошла вот Спектры. Прочекать, где же эти ребята ходят. Все под Смаком никого не запалили. Но половину ХП, например, уже слили у нас. Так, где Пак? Пак. Куда ты развалился? Пака просто на миде расковыряли. Лила стопит. Здесь Сайлент. Пару критов, в принципе, Лила заберут. Лил у нас забрал Стан. Лила ещё перед смертью Стан запилил. Алоха Дэнс лоу ХПшный. Always on a Fly лоу ХПшный. Две секунды у нас не будет Рейс Кинга. Поднимается Сайлент против Элидана. Здесь Фобос. Здесь Элидан. Здесь Гот. И Сайлента раскатят. Минус Сайлент. Ещё один трипл килл от Года. Да что ж такое? Что ты будешь делать? 16-0-2. 200 крипов у Года. Какая жесть. 200 крипов у Года. Он опережает всех. И по киллам, и по фа. Ой, я не хочу это даже обсуждать. У Года 16300 против 10400 от Лины. Ну Год так жёстко тащит команду ВП. Прям молодцом. Действительно, респектуля отлетела. 9-27. В три раза больше фрагов сделала команда ВП. ВП Эмпайр проигрывает по Галде 12, по Экспириенсу 15. Ну надо думать. Надо какие-то реанимационные меры вообще принимать. Если здесь не попрёт, то не попрёт. Но уже не попёрло. Уже не попёрло. И так не попёрло, что прям жесть как. Пятая игра. Все уставшие. Но у ВП, понятное дело, что есть эйфория. Команда Эмпайр. Хотя бы один удачный файт какой-то надо сделать. Йоку ловит у нас ульту аппарата. Шаллогрейв. Йоку здесь и останется. Всё, Йоку развалили. Флайт тоже под шаллогрейвом. Кстати, здесь аганима нет ещё. Нет, ничего нет у нас аганима ФНГ. Но недалеко до него. 2000 по Галде всего лишь. Сайлент тоже фармит. Не оставляет надежду пофармить. Я не знаю, почему пак. Честно говоря, не очень понимаю. Почему пак. Почему, например, не какой-нибудь Магнус. Здесь Лину просто расковыряли. Резолюша отправляется в таверну вообще забесплатно. Ну и одна ульта от Спектры уже чудеса творит с саппортами. Овесу на Флай почти без ХП остаётся. На Рошана выходит в это время команда ВП. По Галде они выигрывают 14. По Экспириенсу более 15. Эмфайр комбэчили 22 тысячи. Но это было не против Виртуз Про. Это было против Якорей. И Виртуз Про совсем не Якоря. И в команде Виртуз Про тоже Якорей нет. После того, как взяли Фантом Лансера. Два раза теперь. Третий раз взяли Спектру. Радик есть. Спектра уже на приличном ходу. Спектры появляются. Постепенно артефакты. Уже Ultimate Orb. Есть у Эллидана почти 16 левел для Эллидана. Ну, он в порядке. Рейс Кинг у нас 14, почти 15. Или, в данную очередь, 15, почти 16. Ммм, какие варианты для Эскейпа есть у команды Эмпайр? Давайте рассуждать и думать. Сайлент, в принципе, сейчас нормальная убийственная сила. Но в Соло, например, против Баунти Хантера или Эншент Оперейшн. Сайлент очень опасный. Я не думаю, что он в Соло убивает Спектру, хотя тоже есть вариант. Может, Спектру и убивает. Все-таки у Сайлента есть две жизни. Ну, вот с Квапой как быть? Если Сайлент сбросается на Рейс Кинга, и он не держит под контролем благодаря Рейс Фаербласту свою жертву, Квапа, например, распиливает его. Тем более, у Квапы Pure Damage Sonic Wave. У Квапы помимо Сала есть еще и вот такие вот косвенные дамажащие артефакты, как Кераса. Это минус деф. Рейс Кинг и сам у нас не супер задефанный герой. Еще и благодаря Керасе. Рейс Кинг сам от недостатка Керасы страдает. Будем смотреть. Но по базовым артефактам этих Рейс Кингу тут ситуация не сильно изменится. Команды ВП быстрее появляются шмотки, потому что они уже лучше дерутся и формят тоже сильнее. Ну, стоит под Сайленсом Гот. Ну, пофиг вообще. Рейс Кинг сам отверстие. Мы тавр забрали. Сайленд прыгает у нас на Квапу. Квапа ловит Сайленс. Есть БКБ у Квапы. Квапу раздувают. Вот так Вапа у нас теряет Аегу. БКБ не провязал Гот. Гот готовится идти дальше. Гот прыгает за всеми. Соник Вейв пошел. Сайленд у нас с Реинкарнэйшном. Сайленд сейчас умрет. Резолюшн начинает настреливать. Ульта... Не ульта. Да, ульта у нас от... От кого? Это Лил у нас Сонг оф Сайлен украл. Дрим Койл от Йоку. По-троим. Ну, можно же файтиться. Ну, где Сайленд? Сайленд у нас ловит Сюрикен от Фобоса. Сайленд ловит у нас еще и Стан от Лила. Ну, и Сайленд у нас под Блэйдмейлом. Гот прыгает за ним. Йоку на Года. Года можно разобрать. Год лоу-хпшный. Года забрали. Бьон Годлайк Стрик забрали. Минус пять от команды ВП. Байбекается Йоку. Там миллион просто. Две тысячи подарили за Года. А кому подарили? Йоку подарили. У Йоку две тысячи. Он их сразу же слил. ГГ. ВП это все. Да, это все. Команда Эмпайр. Выигрывает 2-0. Проиграла со счетом 3-2. Ну, ВП разогнались после второй игры. ВП были на очень хорошем ходу. А ВП с плотнейшими героями. Один из сильнейших коллективов СНГ комьюнити. Команда Virtus.pro в гранд-финале. В пяти матчах выигрывает у команды Эмпайр со счетом 3-2. Обидно, конечно, для всех болельщиков Эмпайра. Но, с другой стороны, это спорт. Пускай и киберспорт. Если ты не додавил, не дожал, не забиваешь ты, забивают тебе. Третью игру Эмпайр не выиграли. Две следующие слили. А тут уже на плюс морали ВП. Просто наказали команду Эмпайр за опрометчивые решения. 0-7 Нага, 0-6 Дазл, 1-8 Пак. Race King 5-7. Ну и 18-1 год. Ну тут просто респектулище для года. Ну что, друзья, давайте подведем итоги. Команда Эмпайр занимает вторую позицию. На третьем месте команда Vega Squadron. И первое место в ЕС-портале коллектив Virtus.pro. По денежкам тут не так уж и дорого все, но в принципе нормальная сумма. Первое место 64, дальше ниже, дальше около 32 и, по-моему, 10 с копейками получает третье место. Весь турнир с вами, всю плей-офф стадию, да и не только плей-офф стадию. Основную стадию работала студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire. Огромное всем спасибо, что были на наших стримах. У микрофона был друг. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. Еще услышимся.